Поэтому очень рада всех вас видеть. Как вы знаете, Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом во всех своих инициативах и активностях старается продвигать подход значимого участия сообщества, затронутого туберкулезом, и организации гражданского общества. И как раз внедрение цифровых решений через приложение Win1Impact является таким вспомогательным инструментом. И все мы знаем, как важно широкомасштабно внедрять систему мониторинга силами сообщества. И к этому очень настоятельно призывают все доноры для того, чтобы улучшить качество грантовых заявок и эффективность инвестиций в услуги по туберкулезу, а также к привязке мониторинга силами сообщества в национальной системе мониторинга. Что как никогда актуально сегодня в свете подготовки новых страновых заявок на следующий период с доказательной базой, полученной на уровне сообщества. И сегодня через цифровые технологии мы можем достичь людей в тех местах, куда, возможно, своими силами мы не доберемся никогда и не сможем организовать доступ к информации, консультациям и другой информации, важной для людей с туберкулезом. Поэтому расширение покрытия и возможностей для приложения One Impact сегодня как никогда актуальней, чтобы достигать трудодоступную группу людей с туберкулезом. И я верю, что сегодня вы услышите вдохновляющие примеры для усиления своей работы, а также сможете наметить конкретные шаги, чтобы воплотить задуманное в реальность. Поэтому отличного все мероприятия и спасибо большое. Спасибо, Юля. Спасибо всей команде Европейской коалиции за поддержку гражданского общества, потому что сегодняшнее мероприятие для TB People Украина также стало возможным благодаря вашей поддержке при содействии проектов Stop TB Partnership, которые, наверное, более всего привержены к развитию гражданского общества и усилению сообществ. Несмотря на то, что Украина сегодня пребывает в очень сложных обстоятельствах активной войны, эта встреча крайне важна, потому что практика, жизнь, которую мы прожили в последние 4 месяца, показала, насколько важно иметь что-то общее с организациями в других странах, потому что никогда у нас не будет одинаковой ситуации, то есть никогда у нас не будет, даже если проекты будут одни и те же, даже в практике TB Rep по тому, как в пяти странах внедрялся One Impact, где-то лучше, где-то хуже, где-то… Но One Impact для нас это общее цифровое достижение, которое может нас объединять и может усилить нас за границами наших государств. И One Impact, наверное, то решение, которое помогло в неком мире и нам отреагировать на те вызовы, с которыми столкнулось TB сообщество в Украине, когда люди массово начали покидать страну, доступ к услугам стал намного сложнее, а где-то и в принципе невозможный. И благодаря как раз объединению усилий, благодаря поддержке партнеров с других стран, нам все-таки удалось стабилизировать и себя, и деятельность, и оказание услуг для людей, которые сталкиваются с барьерами. Поэтому я думаю, что сегодняшняя встреча как никогда вовремя, своевременно. Для того, чтобы мы с вами поговорили о том, как Украина внедряла систему мониторинга, в принципе, очень многое уже известно, потому что у нас было много разных общих встреч, где мы говорили про One Impact, получить ваш фидбэк о том, что не работает у вас, или что работает, или что вы делаете по-другому, для того, чтобы как раз по итогам этой встречи иметь представление о том месте, можем более эффективно использовать данную систему мониторинга силами сообщества. Поэтому я рада, что у нас смогло присоединиться такое большое количество участников. Я уверена, что это будет интересное мероприятие. Я желаю нам всем быть активными и задавать вопросы, потому что в этом кругу мы можем обсудить любые сложности и вопросы, которые касаются и возникают в процессе внедрения системы One Impact. Поэтому всем хорошей встречи. Маша, Саша, и Сеня, и интересных презентаций. Спасибо большое, Юля, Оля, коллеги. Начнем мы с темы продвижения системы One Impact. Как-то на предварительной встрече, когда мы узнавали, как у вас обстоят в странах дела, вы изъявляли интерес узнать, как же все-таки в Украине эта система продвигается. Поэтому предоставляю слово Марии. Пожалуйста, Маша. Спасибо, коллеги. Добрый день. В этой презентации я попытаюсь коротко рассказать, как мы работаем непосредственно с целевой группой людьми, которые столкнулись с туберкулезом и общим населением. Потому как эти две целевых аудитории являются нашими основными принципами. Мобильное приложение One Impact является таким очень специфическим инструментом, который рассчитан как на сбор потребностей от пациентов, как для сбора барьеров, для того, чтобы мы понимали, с какими проблемами люди сталкиваются на пути к успешному лечению. И фактически для получения обратной связи от пациентов. Это приложение рассчитано на узкий круг пользователей, в принципе, и целевая аудитория уже фактически предопределена. То есть это люди, которые столкнулись с туберкулезом. Далее, в связи с этим, нельзя использовать какие-то универсальные маркетинговые инструменты для продвижения, которые используются, например, в других приложениях. Далее остановлюсь конкретно на тех инструментах, которые используем мы для того, чтобы популяризировать приложение среди целевой группы. Мы используем несколько методов, даже не несколько, а вот это количество методов, которые указаны на первом слайде. Основными инструментами являются работа непосредственно с пациентами, с ТБИ, группы с пациентами, мы называем их своей практической деятельностью. Это рекламные материалы, сарафанное радио, сеть наших консультантов, которые предоставляют параюридические услуги, контекстная реклама и горячие линии. Группы с пациентами. Что это расскажу конкретнее. В каждом регионе Украины на всех подконтрольных территориях, в 20 регионах у нас есть консультанты, члены нашего сообщества, которые ведут активную просветительскую деятельность по поводу приложения среди пациентов, среди работников неправительственных организаций, среди медиков, то есть среди той целевой группы, на которую рассчитано в принципе это приложение. Сначала эти консультанты проходят обучение в организации, то есть мы объясняем им цели, задачи продвижения, вырабатываем какую-то общую стратегию информирования пациентов, персонала и сотрудников неправительственных организаций. Потом с этой информацией люди идут как бы в массу. Такие группы, вот как вы видите на фотографиях, они проводятся в стационарах противотуберкулезных, на базе неправительственных организаций, на базе офисов, среди медицинского персонала в учреждениях, в тех медицинских учреждениях, которые предоставляют услуги лечения туберкулеза. В этом году в связи с военными действиями подход к такому информированию немного пришлось изменить. На данном этапе очень сложно собрать в группу, например, 15-20 человек, поэтому консультанты работают точечно. Они индивидуально консультируют как медицинский персонал, так и пациентов, стационарных, амбулаторных. То есть месседж один – это рассказать о функционале мобильного приложения, какие возможности открывает это приложение, с какими потребностями человек может обращаться, какие вопросы мы можем помогать решить или какие барьеры мы можем зафиксировать. Консультант проходится полностью по меню мобильного приложения, чтобы человеку был понятен интерфейс. И, собственно говоря, после проведения такого информационного мини-занятия консультант помогает человеку установить это мобильное приложение себе на телефон, если его девайс позволяет это сделать. Если у человека нет, например, смартфона или его платформа не позволяет установить мобильное приложение, устаревшее в версии андроида, тогда такого человека консультант информирует о том, что он может обращаться к нему, если у него будут какие-то потребности, если он захочет оставить обратную связь о процессе лечения, о процессе получения социальной помощи. И такой месседж оставляет от имени человека консультант, который работает в регионе. Вот также фото после проведения группы. Мы раздаем, консультанты раздают всем участникам группы такие памятные аброшюрки, в которых также есть инструкции по установке, есть QR-кода, линки на скачивание и короткая информация про приложение. Сарафанное радио. То есть это такой метод очень эффективный, как показывает практика. Что это значит? Мы привлекаем огромное количество ресурсов, как материальных, так и технических, для поддержки пациентов. Очень часто люди сталкиваются в процессе лечения именно с барьерами, которые вызваны их материальным положением. То есть у людей банально не хватает средств на закупку каких-то дорогостоящих препаратов, которые нужны для поддержания состояния здоровья. Людям назначают дорогостоящую диагностику для уточнения диагноза или для коррекции лечения. Человек просто не может ее оплатить. То есть это КТ, МРТ, УЗИ, дорогостоящие лабораторные обследования. Продукты питания также. Большинство, ну не большинство, наверное, 30% пациентов, они находятся на грани бедности. И именно качество их жизни может также повлиять на эффективность их лечения. И к нам поступает множество запросов на поддержку именно в виде продуктов питания. Мы пытаемся привлеченные средства также использовать для того, чтобы популяризировать приложение. То есть если у человека есть запрос на какую-то материальную помощь, на помощь, например, юридического характера, или на закупку препаратов, на продукты питания, вся эта помощь фиксируется через мобильное приложение OneInplug. Совсем недавно мы немного изменили интерфейс приложения, и теперь у человека есть два, есть варианты выбора. Если он просто хочет сообщить нам о каком-то барьере или о нарушении прав анонимно, он может сделать это через OneInpact, оставив анонимное обращение. Мы будем там знать, например, что существует такой-то барьер, но человек не захотел открывать свое имя, он не хочет это афишировать. И второй вариант, если человек хочет подать заявку на материальную помощь и получить ее от нас, тогда он должен уже ввести более расширенную информацию о себе, чтобы мы смогли связаться с ним, верифицировать его запрос, то есть он оставляет контакты, номер телефона и всю информацию о себе. Так вот, как же работает сарафанная радио? Когда один человек получает какую-то материальную помощь от нас, он обязательно расскажет об этом всем людям, которые находятся в кругу его общения и имеют такую же проблему. Идет такая себе цепная реакция. Когда люди видят, что мы можем оказать помощь, люди скачивают приложение, и люди начинают обращаться. Они видят, что это реальный инструмент для того, чтобы нивелировать тот или иной барьер, с которым они сталкиваются. А мы таким образом не просто популяризируем OneImpact, но и повышаем эффективность лечения пациентов, потому как материальные барьеры – это, наверное, основные те трудности, которые мешают человеку выздоравливать эффективно. Сеть параюридической помощи как инструмент продвижения OneImpact. Это фото демонстрирует работу параюриста в одном из регионов Украины. Здесь человек консультирует пациента, который столкнулся с нарушением прав. Это новая для нас инициатива. Мы начали развивать эту сеть в 2022 году. Мы отобрали 20 консультантов, которые не имеют юридического образования, но которые привержены к вопросам устранения эпидемии туберкулеза, которые горят этим, которые хотят помогать людям, и провели для них обучение. Обучение проводили опытные юристы. Разработан целый курс для таких консультантов, потому что мы понимаем, что помощь очень важная на самом деле для пациентов, и мы хотим развивать ее дальше в последующих годах. И теперь эти консультанты реагируют на нарушение прав пациента. То есть есть два варианта, как консультант узнает о факте нарушения прав. Первое – это пациенты, которые обращаются к нам через мобильное приложение или через горячую линию. Если мы проверифицировав обращение, понимаем, что это обращение касается нарушения прав, мы передаем его в работу параюристу определенного региона. Но чаще всего эти же обращения поступают от самих параюристов. Эти параюристы являются в большинстве своими сотрудниками неправедливости, в регионах, которые обеспечивают услуги по социальному сопровождению пациентов с туберкулезом. Поэтому у них есть отличный доступ к целевой группе. И у них есть заинтересованность выяснить, с какими нарушениями сталкиваются пациенты во время прохождения лечения. То есть чаще всего пациенты определенного региона обращаются к параюристу на консультацию, получают какую-то помощь. И уже после параюристы фиксируют эти обращения через мобильное приложение. То есть таким образом мы опять же популяризируем Ванумпак и мы получаем информацию о правовых барьерах. То есть это на самом деле очень важно для дальнейшей адвокации и каких-то мероприятий, связанных с улучшением доступа к услугам, к помощи, к лечению. Также мы запустили контекстную рекламу. То есть что это значит? На кого она рассчитана? Чаще всего, когда человеку выставляют какой-либо диагноз, будь это ОРЗ, будь это ВИЧ-инфекция или туберкулез, первое место, куда человек идет, чтобы почитать, о чем это и что с ним делать, конечно, будет. Мы понимаем, что не все источники дают достоверную информацию о заболевании, а мы владеем этой достоверной информацией. Поэтому мы запустили контекстную рекламу по ключевым запросам. Мы выбрали ключевые запросы, например, туберкулез, симптомы туберкулеза, лечения туберкулеза. Когда человек забивает эти запросы в Google, первое, что ему показывает, это линк на нашу страницу и на тот раздел, где есть ссылка или QR-код на установку мобильного приложения One Impact. После запуска этой контекстной рекламы значительно повысился уровень количества скачиваний и возросло количество обращений, так как One Impact – это не только инструмент, по которому человек может обратиться, получить помощь, но и почитать достоверную информацию о туберкулезе, которая будет 100% отвечать действительности, увидеть места, где можно получить услуги социальные, услуги медицинские. То есть такой универсальный справочник для пациента, для человека, который столкнулся с проблемой туберкулеза. Это были такие основные методы работы непосредственно с целевой группой, с людьми, которые уже столкнулись с проблемой ТБ. Далее я немного расскажу о работе с общим населением. Какая суть и задача, в принципе, работы с общим населением? Прежде всего, это профилактика туберкулеза, проинформирован, значит, вооружен. Второе – это снижение уровня стигматизации и дискриминации людей с туберкулезом в обществе. И третье – это, опять же, продвижение мобильного приложения One Impact, потому как человек, который видит какие-то информационные материалы или борды, или рекламу, чаще всего люди обращают внимание, если там где-то оно перекликается. Мы запускаем наружную рекламу, размещаем борды профилактические, информационные. На каждом из таких информационных материалов есть ссылка на сайт, есть информация про организацию, есть QR-код для скачивания мобильного приложения. То есть это броские картинки. Человек обращает внимание, и вот где-то оно уже там откладывается в голове. Мы постоянно занимаемся печатью, выпуском информационных материалов на актуальные какие-то темы. Каждый год меняется наполненность этих информационных материалов. Мы размещаем также в такие печатные материалы в виде плакатов, в виде информационных стендов в тех лечебных учреждениях, которые занимаются лечением туберкулеза. Это противотуберкулезные диспансеры, это учреждения первичной медицинской сети, которые с недавних пор также занимаются амбулаторным ведением пациентов. То есть мы стараемся заполнить пространство информацией о туберкулез и полезными линками, которыми могут воспользоваться пациенты. Социальные ролики. Также мы в этом году запустили социальный ролик, который называется «Роза против туберкулеза». Этот ролик демонстрирует прежде всего, что туберкулез это излечимое заболевание. Также он направлен на то, чтобы снизить уровень стигмы дискриминации по отношению к людям с туберкулезом в обществе. И снова же таки, и здесь мы тоже размещаем QR-код для скачивания One Impact. То есть если человек, которому коснулась проблема туберкулеза, увидит этот ролик, он сразу зацепится глазами за то, где можно получить информацию, где можно получить помощь. И даже как минимум это интерес, что это за приложение и что оно мне даст, какую помощь я смогу получить. Еще одним инструментом, который мы использовали для популяризации приложения среди общих масс, это реклама в социальных сетях. Социальные сети сейчас для нас, в принципе, это все. У каждого есть аккаунты в Facebook, аккаунты в Instagram. И мы запустили контекстную рекламу еще и здесь. Она также была по ключевым запросам, выборочно показывалась людям по определенным каким-то критериям, выпадала в просмотре. И вот этой контекстной рекламой мы смогли охватить, показов было 200 тысяч показов. То есть 200 тысяч, грубо говоря, человек посмотрели и узнали о том, что существует такое мобильное приложение. Это такие основные инструменты. Еще бы я хотела добавить, что мы понимаем, что не все, к сожалению, пациенты не имеют технических возможностей. И поэтому их доступ к мобильному приложению, в принципе, ограничен. Мы понимаем эту трудность и мы даже уже понимаем, как эту трудность нивелировать. В ближайшее время мы планируем установить в стационарных отделениях One Impact Box. Это такие универсальные аппараты с встроенным планшетом или встроенным компьютером, на котором будет установлено приложение. И человек, который не имеет личного мобильного телефона, смартфона, который не может установить себе программу, сможет подать обращение или зафиксировать какой-то барьер через One Impact Box. То есть он будет общего пользования с доступом к мобильному приложению. На этом у меня все. Может быть, есть какие-то вопросы. Может быть, вы хотите, чтобы я остановилась или конкретизировала какой-то конкретный метод продвижения. То есть я готова отвечать. Спасибо. Спасибо, Маша, большое. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Если есть интересный опыт ваш, которым вы хотите поделиться с нами, с коллегами, пожалуйста. Добрый день, Мария. Добрый день, коллеги. Меня зовут Дарья. Я являюсь специалистом по коммуникациям в Эфио. У меня такой вопрос. Вы отдавали контекстную рекламу именно в Гугле куда-то на аутсорс? И второй вопрос. А как вы будете обеспечивать сохранность боксов? То есть это будет какая-то специальная конструкция? Как вы будете это представлять? Да, реклама была через аутсорс. Тут Арсений может мне помочь, если я чего-то не очень понимаю. По боксам. Да, мы уже проработали конструкцию самого бокса. Этот бокс, планшет в этот бокс будет вшит так, что его будет сложно достать. Бокс будет непосредственно зафиксирован надежно, чтобы нельзя было, например, его вырвать или унести. Плюс они будут размещаться в таких местах, где будет постоянный обзор медицинского персонала. То есть это там или, например, посты, где дежурят медицинские сестры, там, где постоянно пребывает персонал, который будет обеспечивать, в принципе, его сохранность. Но он будет, опять же, сделан таким образом, чтобы человек мог подать свое обращение без чужих глаз. То есть, чтобы никто не видел, о чем он пишет. Это тоже важно, на самом деле. Да, коллеги, я включусь на секунду. По поводу рекламы, нет, мы не на аутсорс отдавали. Мы делали ее силами нашей пиар-команды, соответственно. И по поводу боксов тоже добавить. Да, безопасность их практически полностью обеспечена. Единственное, что если человек очень хочет его сломать, то, конечно, взять стульец и сделать это предоставляется возможным. Но именно украсть, а для нас важно именно сохранение персональных данных, людей, которые будут заполнять, собственно, обращение в этих боксах, это предрешено. И мы чуть более подробно в другой презентации об этом поговорим, что касается боксов. Немного дополню, чтобы нести ясность. Это боксы по типу платежного терминала. Я уверена, у вас в странах тоже такие есть, где вы можете оплатить коммунальные услуги, перечислить какие-то средства на карту свою или чужую. Вот этот такой бокс просто с экраном. Он привинчен к полу. Да, вот Арсений прав, безусловно, если вы хотите повредить его, ударив каким-то тяжелым предметом, это возможно сделать, но унести его каким-то образом невозможно будет. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Если нет, прошу, детализируйте. И, возможно, есть еще вопросы, Калинин. Возможно, вы хотите поделиться опытом, как вы продвигаете приложение в ваших странах среди общего населения, среди целевой группы. Или же, возможно, все методы, которые мы используем, и вы используете, и нет ничего нового, чтобы мы, например, могли взять и применить у себя в стране ваш опыт. Здравствуйте, Александр. Оксана Ибрагимова, Казахстан. Здравствуйте. Спасибо огромное за презентацию. Очень интересно. Ну, у нас тоже все очень похоже. Единственное, что вы работаете во всех регионах Украины. У нас всего лишь пять региональных консультантов и охватывают очень малую часть областей Казахстана. Это связано, наверное, с минимальным финансированием. Вот рекламы в социальных сетях у нас тоже нет. К сожалению, это очень интересный опыт. Я думаю, пока еще не совсем понятно, потому что специалистов сейчас нет, чтобы вот эти все возможности также включить. А так, также и в тубдиспансерах, и выезды индивидуальные ребята все наши проводят. И, конечно же, очень интересный опыт у вас с параюристами. Это такая хорошая идея. У нас, ну, сама организация параюристов есть по регионам, но вот, к сожалению, совместить, чтобы региональные координаторы еще также были и параюристами. Вот, а в этом, мне кажется, можно подумать. Это вот очень хорошая идея. Так, ну, наверное, пока все. Спасибо большое, Аксану, за комментарии. Есть ли вопрос? Еще раз. Наверное, тогда мы тоже поделимся немножко, чем мы занимались. У нас во многом похож опыт, то есть мы тоже использовали медиапространство типа медиаборда. Мы тоже делали рекламу, например, в общественном транспорте. Мы использовали плакаты. Также эти плакаты были переданы в мечети, то есть чтобы немного затронуть и религиозное сообщество. Насколько я знаю, мы в дальнейшем через Республиканский Центр Укрепления Здоровья проводили небольшую сессию также с этими плакатами, чтобы иметь общую информацию о туберкулезе и о нашем приложении. Мы выходили на телеканал, то есть у нас было несколько интервью, в котором мы рассказывали о нашем приложении. Мы готовили такие тоже наподобие плакатов, только размером примерно с доску, где можно было тоже взять наши QR-коды. Я вот все-таки хотела бы, наверное, задавать вопросы касательно контекстной рекламы, потому что мне кажется, это очень хороший опыт, и я бы хотела, чтобы мы попробовали использовать его в Кыргызстане, если есть возможность поделиться, как вы ее настраивали, потому что, насколько я знаю, нужно знать язык программирования и это сила оптимизации, если я не ошибаюсь. Дарья, спасибо. У нас тут присутствует наш пиар-специалист Артем Залевский. Мы, конечно, так детально не готовились, и Артема не просили представлять этот момент, но я думаю, Артем, есть у тебя возможность включиться и прокомментировать вопрос Дарьи? Или, возможно, Арсений, ты владеешь детальной технической информацией? Да, Арсений по поводу контекстной рекламы может прокомментировать. Спасибо, Артем. Арсений, пожалуйста, тебе слово. Да, Артем занимается рекламой в социальных сетях. Что касается контекстной рекламы именно в Гугле, для этого необязательно обладать какими-то навыками в программировании или нет, сейчас инструменты AES, Google дают достаточно понятную схему ведения рекламных кампаний. Просто вам нужно понимать, с какими барьерами сталкиваются ваши пациенты в вашей стране конкретно, и разрабатывать на основе этого рекламную кампанию. То есть почему реклама контекстная, думаю, вы понимаете, да, по запросам она выдается. Соответственно, вы просто настраиваете эту кампанию в зависимости от того контекста, в котором вы хотите, чтобы выдавала вам приложение. Вы не хотите, да, чтобы при поиске, не знаю, волейбольных мячей выдавалась реклама. Но если человек интересуется симптомами туберкулеза, либо же хочет проверить, не доверяет своему врачу, хочет узнать, какие есть схемы еще для лечения туберкулеза, вот тогда должна вскакивать ваша реклама. То есть нужно собрать определенные данные, промониторить благодаря инструментам Google, какие вообще в принципе в вашей стране присутствуют запросы, связанные с туберкулезом, и настраивать рекламу в зависимости от этого. Навыков программирования для этого не нужно. То есть если у вас есть сайт, или даже если у вас его нет, можно оставлять ссылку на Play Market, либо же App Store сразу для заказчика приложения. Но я считаю, что это менее эффективно, поскольку мы посчитали, что лучше направлять людей на сайт, где написано, что из себя подробно описано, что представляет One Impact, чтобы человека заинтересовать в его установке. Соответственно, этот инструмент доступен каждому. Не нужно навыков программирования, не нужно уходить на аутсорс. Если поручить человеку с этим разобраться, возможно, это будет немного менее эффективно, чем если с аутсорса целенаправленный специалист, поэтому будем этим заниматься. Но тоже нужно понимать, что наша сфера довольно специфическая, и я готов зуб свой дать, что вряд ли кто-то из компаний, которые предоставляют такого рода услуги, занимался рекламой таких социальных приложений. То есть вы можете нарабатывать свой опыт в этой сфере. Если же даже ваша организация занимается не только туберкулезом, то это вообще прекрасный опыт, который можно будет потом перенести и на другие социально значимые заболевания. Если интересуют какие-то технические детали конкретно, задавайте вопросы, пожалуйста, я отвечу. Коллеги, если... Дарья, вы хотите еще что-то спросить? Я хотела поблагодарить вас за ответ, и я вот начала параллельно сразу искать, и я так понимаю, это будет в основном работать через Google Ads, правильно? Через сам. А также вы брали там, я не знаю, Яндекс или прочее, или есть ли какой-то хаб, через который можно настроить сразу в нескольких поисковых системах? Хабы такие есть, но я не уверен в них, поскольку у нас Яндекс в стране является в принципе запрещенной поисковой системой. Мы могли пробовать через Bing, через другие поисковые системы через Yahoo, в том числе, но просто у нас всю долю рынка занимает практически полностью Google, то есть мы не рассматривали эти вопросы. В принципе, такие хабы существуют. Я до этого занимался контекстной рекламой, и могу сказать со стопроцентной вероятностью, что есть такие возможности. И в Яндексе, вероятно, тоже есть система похожая на Google Ads, и настроить там рекламу тоже возможно. То есть поисковые системы в этом плане шагнули далеко, поскольку это одна из основных частей их дохода, и им важно, чтобы вам удобно было настраивать в них рекламу. То есть промониторить эти все процессы, и я уверен, в любых поисковых системах можно делать похожие вещи. Поняла. Спасибо вам большое. Буду, наверное, сегодня даже в этом разбираться, потому что идея очень хорошая и очень интересная. Спасибо за вопрос ваш, Дарья, за ответ, коллеги. Я думаю, после завершения мероприятия мы поделимся контактами, и Арсений любезно вам поможет и проконсультирует, если у вас останутся еще какие-то вопросы. Вижу поднятую руку. Юлия, пожалуйста. Да, Александра, спасибо большое. Я хотела просто прокомментировать в контексте обсуждения, что, возможно, вам будет интересно изучить возможности Гугла, которые они предлагают для продвижения рекламы непосредственно для неприбыльных организаций, потому что мы недавно подтвердили свой статус неприбыльных организаций у Гугла, и для нас открылось много новых возможностей, которые они дают бесплатно для неприбыльных организаций, в частности, для рекламы и разных сервисов у Гугла. Поэтому вы, ну, если вы еще это не сделали, вы изучите, пожалуйста, возможности получения статуса неприбыльности, точнее подтверждения статуса неприбыльности у Гугла, и вот в контексте там продвижения каких-то вещей через Гугл, для вас, я думаю, это будет полезным. Я комментарий небольшой об этом поводу дам. Да, есть такая возможность, ну, у нас, естественно, есть все выписки про то, что мы некоммерческие организации. Это дело в том, что усложнено в Украине конкретно тем, что недавно был введен цифровой налог, так называемый, ну, ПДВ, да, для цифровых товаров. В этом плане сейчас с Гуглом усложнено как бы подтверждение этого и продвижение в этой сфере. Но мы будем работать непременно в этом направлении, тоже потом готовы поделиться этим опытом с коллегами. Да, ну, здесь, наверное, больше для других тоже партнеров, которые зарегистрированы в других странах, поэтому вы просто изучите эти возможности, и я думаю, что для вас откроется новое окно. Спасибо, коллеги, всем за комментарии. Если вопросов больше нет... Саша, поднято рука. Здравствуйте, это Елена, Эфи Кыргызстан. Я бы хотела тоже задать вопрос, Юль, вам в отношении веб-статуса неприбыльности организации, как именно это делается, где это делается, если можно, побольше деталей, потому что это очень хорошая возможность, на самом деле, для продвижения приложения. Да, смотрите, ну, просто у нас другой человек занимался, которого сейчас с нами нет на звонке, но я думаю, что мы можем подготовить. Да, в принципе, и Арсений, я думаю, что вы сможете, если что, выслать такую небольшую инструкцию для коллег, что необходимо сделать для того, чтобы подтвердить статус неприбыльности. И просто отдельно поделимся с вами. Арсений, что вы скажете? Ну, в этом, на самом деле, ничего сложного нет. Надо просто, если у вас есть представительство конкретных поисковых систем в стране, просто предоставить, собственно, нормативные документы, которые подтверждают вашу неприбыльность. Их комиссия рассмотрит и выдаст, и не выдаст. Дальше уже идет работа с инструментами, но там, соответственно... Я думаю, что подсказать, какую ссылку, да, куда, потому что она вроде как... Да, мы потом, если что, прикрепим. Ну, только единственный вот вопрос. Насколько я понимаю, Яндекс тоже довольно сильно занимает рынок и в Киргызстане, и в Казахстане. А у нас Яндекс, в принципе, запрещен. Поэтому по этому поводу я не подскажу. Но с Гуглом, естественно, но потом в этих переписках, да, в почте, где все есть в копии, мы поделимся ссылками, коротенькой инструкцией. Лена, да, Арсений. Да, вот, например, тоже хотел по статусу неприбыльности. Презентации, которые вы смотрите, они сделаны тоже на ресурсе, который дал нам бесплатный доступ к некоторым функциям, благодаря тому, что мы подтвердили статус неприбыльности. То есть, в принципе, в цифровой сфере можете мониторить это, и много где большие какие-то компании предоставляют квоты таким организациям, как наши. Да, я думаю, что даже если нет информации по Яндексу, это все, ну, я имею в виду, что вы можете обратиться к ним непосредственно и спросить, есть ли какие-то у них, как правильно сказал, рассеяние квоты для неприбыльных организаций. Потому что я уверена, что у Яндекса тоже есть эта политика по работе с неприбыльными организациями. Например, у нас увеличились ящики у всех, да, Google диски. И там мы также, ну, это уже немножко другая история. Ну, вот там, например, Microsoft Office. Мы получили профессиональный Microsoft Office на следующие 10 лет бесплатно и так дальше. Ну, то есть, вот вы можете изучить все эти вопросы. Я думаю, что оно вам поможет в работе, и в частности с приложением тоже. Спасибо большое. Я думаю, что мы этим вопросом займемся. Это очень интересно. Спасибо. Спасибо, Лена, за ответ, за вопрос, коллегам за ответ. Ваша поднятая рука, вы просто еще не опустили ее, да? Или у вас остаются еще какие-то? Нет, нет, все, нет ваших вопросов. Очень хорошо, что во время нашего мероприятия, у которого есть одна цель, мы попутно обсуждаем какие-то вещи, которые помогают стать организациям сильнее не только в контексте внедрения приложения, но и просто как части неправительственного стейссектора. Спасибо, коллега. Будем продолжать. Следующая у нас в программе презентация, касающаяся расширения технических возможностей ван-импакт. На предварительной встрече перед мероприятием мы озвучивали, что у нас есть определенные, хоть и небольшие, но тем не менее возможности каким-то образом администрировать приложение самостоятельно без увеличения от дюротехнологий. Вас интересовал этот вопрос, и вот Арсений сейчас расскажет более подробно. Арсений, пожалуйста, Маша попрошу запустить презентацию. Приветствую еще раз всех коллеги. Пообщаемся немного о расширении технических возможностей. Но хочется сразу сказать, что все равно функционал, который нам доступен в техническом плане, зависит от разработчиков, то бишь от дюротехнологий. Они дали нам некоторую свободу в плане того, что в дашборде мы можем вносить некоторые правки. Вот коллеги присылали фотографии из дашборда их недавно, и там было видно тоже, что у вас есть такая вкладочка Smart Setup. То есть большинство всего этого делается через эту вкладку. Но давайте поговорим более подробно о наших практиках. Следующий слайд, пожалуйста. Какие цели мы преследуем, развивая наше приложение? Во-первых, это максимальное упрощение пользовательского интерфейса для большей доступности в освоении приложения. Несмотря на то, что мы проводим тренинги для людей, которые болеют туберкулезом, и на все раздаточные материалы, у многих людей остаются вопросы в том, как пользоваться приложением. Мы максимально пользовательско-ориентированно делаем все эти технические правки, поскольку основной ресурс, который нам доступен в OneImpact, это люди. Мы для людей ресурс, люди для нас ресурс. То есть мы используем обращения для адвокации процессов, связанных с туберкулезом, чтобы сделать жизнь людей из ТБ лучше. Они используют нас для того, чтобы сообщить о барьерах, с которыми они столкнулись, получить какую-то помощь, консультации и так далее. И нам было бы обидно, если бы люди, которые уже дошли до того, что скачали приложение, но зашли туда и не смогли разобраться, как им пользоваться, просто забили на это. Поэтому мы ведем сейчас программу именно по упрощению. Об этом чуть дальше будет детальнее. Дальше наша цель – это удобство документирования и верификации данных. Обращения, которые мы получаем, имеют в себе высшую ценность в применении OneImpact для нас. Мы собираем и документируем барьеры. В данный момент мы для верификации используем и телефонные звонки, и внутренние инструменты OneImpact. Собираем большое количество данных, чтобы с ними уже идти и заниматься адвокацией процессов. В будущем, возможно, мы будем расширять эту систему. Также далее об этом более подробно поговорим. Максимальная польза для пользователя. Как вы знаете, в OneImpact далеко не одно меню внутри приложения. Это и информационные какие-то материалы, и карта с учреждениями, и с неправительственными организациями, которые готовы оказать помощь и содействие в барьерах, связанных с туберкулезом. Это и был недавно у нас, я думаю, у вас тоже peer-to-peer такая система чатов, но из-за войны мы вынуждены были ее отключить ради сбережения персональных данных. Потом, собственно, обращения и опросы, которые добавлены. Опросы тоже очень ценная функция. Это, возможно, я не знаю, мы до некоторого времени ее недооценивали, но сейчас в полной мере ведем несколько опросов, чтобы собирать данные с пациентов. Не только, когда они непосредственно столкнулись с барьерами и осознали это, а еще на моменте, когда они не столкнулись, но понимают, что могут, или уже столкнулись, но еще не поняли этого. Значит, потом шаги наши по достижению к цели. Создание и проработка концепции изменений. Чтобы что-то внести в анимпакт, иногда нам нужно просто сделать некоторые манипуляции с дешбордом. Но часто это все-таки связь с нашими партнерами из Dior Technologies, соответственно, и эти изменения идут в коммуникации, в процессе с ними. То есть изначально мы разрабатываем концепцию, чтобы нам самим было понятно и до конца ясно, как должен выглядеть конечный результат наших стараний. Создание наработок и командная дискуссия в этом тоже очень сильно помогают, поскольку у нас в организации много людей с разным опытом, которые могут подсказать какие-то вещи, переработать, дать ценные советы. И потом уже техническое воплощение, соответственно, либо работа через инструменты дешборда, либо связь с нашими партнерами. Следующий слайд, пожалуйста. Более детально поговорим о верификации. В процессе усовершенствования приложения мы пришли к мысли, что теряем много обращений из-за недостатка поступающей к нам информации. Так что с недавних пор при запросе помощи есть список данных, обязательных к заполнению. В том же случае, если человек хочет просто сообщить о своем барьере, это можно сделать и анонимно. Мы переработали систему подачи обращений вот как раз тут, через дешборд. Нам не приходилось обращаться к URO Technologies. Мы использовали созданный ими инструмент. Мы переработали систему барьеров. Теперь вот вверху вы можете видеть на картинке Type of Treatment. Если вы выбираете «Мне нужна помощь», ваше меню выглядит так. Вы должны указать обязательно свой номер телефона, по которому можно связаться и продолжить дальнейшую верификацию, дату рождения, области, населенный пункт, в котором вы находитесь, ну и данные такие, как отчество, имя и фамилию. Дальше, пожалуйста. Еще по предыдущему слайду. Если же вы выбираете «Я просто хочу сообщить о барьере», можно не указывать личные данные, но там звучит убедительная просьба о том, чтобы оставьте хотя бы номер телефона, чтобы в случае чего, если мы понимаем, что вы столкнулись с серьезным барьером и мы знаем, как быстро его решить, мы могли с вами связаться. Инструменты дашборда для изменения приложения. Вы можете видеть ту самую вкладку «Смарт-сетап» перед собой. Выглядит она неказисто, но имеет в себе большое количество полезных возможностей. Например, там страница, которую вы видите прямо на слайде, позволяет расширять информационные секции приложения. Нам это очень пригодилось, поскольку сейчас у нас большое количество беженцев и та информация, которая раньше была как бы на задворках и была не нужда, она теперь принципиально важна для многих людей, болеющих туберкулезом. Это как и продолжать лечение за границей, как встать на учет, на амбулаторное лечение или же стационарное в другой области, несмотря на прописку. И многое другое, что мы можем... Мы создали специальные статьи, и теперь человек может ознакомиться с этим прямо внутри One Impact. Дальше вы можете видеть в самом верху этой картинки. Это Get Involved. Следующий слайд, пожалуйста. Мы разработали эту новую систему барьеров благодаря этой вкладке. То есть мы кардинально подошли к изменению. Мы подумали, что очень сложные, во-первых, у нас были классификации барьеров. Часто не просто клиенты, а и люди, такие как парауристы и консультанты, могли неправильно указать вследствие непонимания барьер, с которым мы столкнулись. Это усложняло дальнейшую верификацию. А так как мы стремимся к улучшению качества данных и к максимальной простоте пользования приложением, мы проделали огромную работу по изменению этой секции, именно подачи барьеров. Вы можете посмотреть, теперь у нас есть четыре вкладки, которые достаточно просто объясняют, с каким барьером. Там внутри есть расширение. И для каждого из них, соответственно, вручную было создано вот это вот меню верификации, там, где ты выбираешь, тебе нужна помощь или ты хочешь просто сообщить. И, ну, соответственно, это была логическая цепочка, да, так программирование на минимальной основе, скажем так. Да, нет системы и так далее. Мы потратили много сил и времени, чтобы это сделать, но я думаю, такой опыт будет вам полезен. Знать, что вы можете перерабатывать барьеры в любой момент, не занимаясь связью с нашими техническими партнерами. Поскольку на реализацию этого может уйти какое-то время, в процессе реализации может не работать приложение и так далее, очень полезная мощь делать это самим. Следующий слайд, пожалуйста. Интерактивная карта. Тоже мы были вынуждены пока что убрать из приложения эту карту, из сайта нашего, который напрямую взаимодействовала с картой, с приложения, но эта карта позволяла узнать о расположении всех учреждений, которые связаны с лечением туберкулеза. Это и департаменты охраны здоровья, и неправительственные организации, и центры первойной допомоги, и, собственно, противотуберкулезные диспансеры. То есть все, что связано с лечением туберкулеза, было наносено на эти карты. Интерактивная она называется, потому что она может проложить вам маршрут с вашего текущего местоположения, собственно, и до этого учреждения. Следующий слайд, пожалуйста. Вот тут более подробно видно ту вещь, благодаря которой нам удалось расширить и улучшить систему подачи обращений. Она выглядит тоже, опять-таки, неказисто, но таит в себе очень много возможностей. В Dura Technologies было вложено туда такие возможности, как система радио, то бишь связь между барьерами и возникновением, невозникновением определенных полей в зависимости от предыдущих действий и прочие очень полезные вещи. Практически все, что угодно, что связано с подачей обращений, можно изменить здесь, не прибегая к помощи наших технических партнеров. Далее. Следующий слайд, пожалуйста. Тут уже вещь, которую мы обсуждали с нашими техническими партнерами из Dura Technologies. Вследствие того, что мы хотим сохранять личные данные наших пользователей в безопасности, мы разработали такую систему, я думаю, в ваших странах, возможно, тоже она практикуется, как кодинг пациента. Мы связались с Dura Technologies и вследствие разработок, теперь в меню подачи обращений, если человеку нужна помощь, и он заполняет все нужные поля, а по-другому он не сможет подать обращение, то система самостоятельно формирует код пациента. Вы, возможно, знаете, я уверен, что знаете, что есть такая вещь, как код пациента внутренний One Impact. Это может быть условно 3067 или 7327, но такой код дает малое количество данных, и для нас он ценности особо не представляет, кроме как номенклатурной для ведения обращений с одного IP-адреса. Собственно, поэтому мы разработали этот код и собираемся дальше вести нашу деятельность в плане оказания нецелевой помощи именно благодаря системе этого кодинга. И очень полезно, что теперь не приходится заниматься кодингом вручную, а приложение делает это за нас. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь поговорим более детально о планах, именно о техническом расширении One Impact и связанного с ним софта. Во-первых, это то, о чем уже говорила Мария, это установка iBox в учреждениях. Под это дело нам обязательно нужно будет разработать новую версию приложения, поскольку сейчас она явно заточена под пользование одним человеком. То есть у человека на устройстве есть приложение, и он заполняет и пользуется им в одиночку, поскольку это будет продукт массовый, чтобы каждый человек мог лично подавать барьеры, читать информацию и так далее, сохраняя безопасность своих личных данных, несмотря на нахождение устройства в публичном пространстве. Нам придется внести некоторые вправки в существующую версию приложения, и его развитие пойдет как бы отдельной веткой, поскольку там, вероятнее всего, нужны будут ключи, пароли, логины и так далее для полноценного пользования со сбережением личной информации. Когда мы реализуем этот проект, мы, безусловно, хотели бы поделиться с вами опытом по его реализации, поскольку, я думаю, у вас точно такие же проблемы существуют, в плане того, что далеко не у всех людей, болеющих туберкулезом, есть техническая возможность пользоваться One Impact на личном устройстве. Далее. Создание собственного инструмента по хранению и аналитике данных системы личного онлайн-доступа. Мы долгое время рассматриваем возможность разработать отдельное приложение для учета данных. Соответственно, с инструментами аналитики, уже внедренными в них. Это очень бы помогло и процессу адвокации, который идет благодаря данным из One Impact, и, в принципе, упростило введение и хранение, и все на свете, что связано с данными пользователей. Плюс при такой разработке мы учитываем, что можно давать частичный доступ нашим партнерам, например, тому же Центру общественного здоровья или Министерству охраны здоровья, либо же нашим другим партнерам из НУ. То есть давать данные в доступ частично. Не каждый раз создавать отдельный документ, делать выгрузку, а просто давать определенному пользователю доступ к каким-то конкретным массивам данных, которые он может изучать. Это было бы очень полезно в процессе адвокации. Тоже рекомендую вам задуматься о таких возможностях. Потом добавление отдельного меню для просмотра новостей украинского ТБ-сообщества. Это уже процесс, который ведется. Скоро Dior Technologies представят нам первые наработки по этому процессу. Поскольку One Impact – это пользовательско-ориентированное приложение, а мы – организация, которая представляет ТБ-сообщество, мы хотели бы разработать систему, схожую с социальной сетью. Сейчас у нас есть новостные блоки, информационные, но они не дают достаточного процесса вовлечения в жизнь сообщества и новостей. Мы хотим, чтобы человек с установленным One Impact просыпался, и у него на телефоне было уведомление о приходе какой-то новости. И чтобы это реализовать, нам нужно отдельное меню, которое будет по сути своей похоже на тот же Facebook или Instagram, но не персонализированное, а общество-общественное. Не знаю, как это лучше выразить, но я думаю, скоро вы уже увидите это в действии. Мы поделимся тоже опытом по созданию этой вещи. В принципе, я думаю, на этом можно заканчивать. Если, коллеги, у вас есть какие-то вопросы, или вы хотите подискутировать, я готов выслушать вас. Коллеги, возможно, есть у вас вопросы к Арсению. Он с удовольствием ответит на них. Не вижу поднятых рук. Если нет, тогда мы будем двигаться дальше. Презентации, отвечая на вопрос в чате, да, мы поделимся всеми презентациями после мероприятия. Также поделимся контактами Арсения, для того, чтобы он мог ответить на вопрос коллеги из Кыргызстана или другие вопросы, которые, возможно, возникнут у других коллег. Будем продолжать. Мы используем приложение One Impact для того, чтобы узнать о барьерах. А вот как происходит работа по их устранению, документированию и вообще, что мы делаем с тем массивом информации, которую получаем через этот инструмент, нам сейчас расскажет Мария. Пожалуйста, Маша. Маша, Маша, прости, пожалуйста, коллеги. Всем Машу плохо слышно или это только у меня пометят? Всем. Маша, что-то поменялось у тебя со звуком. До этого было лучше, а теперь нет. Не очень хорошо, это сложно. Странно. Коллеги, дайте буквально 30 секунд. Сейчас мы дадим Маше слово с другого устройства, для того, чтобы было всем ее хорошо слышно. Коллеги, лучше слышно так? Ну, мне лучше точно. Коллеги все хорошо слышат, Мария, да? Лучше. Спасибо. Продолжаем тогда. Слышно, да? Да, слышно хорошо, Маша, пожалуйста. Окей. Так. Ну, основным инструментом, который дает нам возможность получить информацию о тех или иных барьерах, конечно, является наше мобильное приложение. Оно же является такой мощной доказательной фазой для дальнейшей работы с этим барьером. Благодаря той информации, которая собирается через мобильное приложение, мы можем посмотреть на полученные данные в разных разрезах. То есть мы можем систематизировать какие-то барьеры, мы можем посмотреть характер барьера в зависимости от того или иного региона и предпринять меры как на региональном уровне, так и на национальном уровне. Очень важно не только зафиксировать наличие проблемы, которые есть у человека, но и какие-то меры предпринять для изменения законодательства, для внесения изменений в какие-то нормативно-правовые акты, для того, чтобы этот барьер был устранен не точечно для конкретного человека, а системно на каком-то национальном уровне. Что мы делаем для этого? Продолжаем. 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 Какие-то tema, которые выявлены в процессе сбора информации, у нас существует такой инструмент, как региональная и национальная экспертная группа по преодолению барьеров и нарушению прав людей с туберкулезом. Это два разных вида групп. Одна группа функционирует на национальном уровне, национальная экспертная группа, И 8 групп функционируют на региональных уровнях. Национальная экспертная группа. Она работает уже 2 года. В состав этой группы входят эксперты региональных команд, представители Центра общественного здоровья, Минздраве Украины, социалисты профильных направлений и члены сообщества в обязательном порядке. Функционирование этой экспертной группы поддерживается Центром общественного здоровья Минздрава Украины и нашей организации. Что входит в основные задачи и функции этой национальной группы? В первую очередь это усиление мониторинга, соблюдение прав всех людей, которых затронула проблема туберкулеза с помощью цифровых решений и создания и отработки механизмов реагирования на определенные барьеры. Эксперты группы национальной, они решают какие-то системные барьеры, предоставляют рекомендации, анализируют эти барьеры. И благодаря работе национальной экспертной группы нам удается все выявленные барьеры в первую очередь проанализировать и предоставить рекомендации к внесению изменений на законодательном уровне, которые помогут эти барьеры мобилировать в дальнейшем. Региональные экспертные группы. Региональные экспертные группы, как я уже сказала, они функционируют на уровне восьми регионов Украины. Эти группы формируются в большинстве случаев при координационных советах. Зачем это нужно? Чтобы автоматически у этой группы уже был механизм какого-то влияния, был механизм работы с тем или иным барьером. Не просто проанализировать, обсудить, но и вынести на обсуждение ту или иную проблему и предпринять какие-то решения для нивелирования этой проблемы. Группа создается при координационном совете. В региональную группу входит представитель ТБИ-сообщества, входит представитель неправительственной организации, которая работает в том или ином регионе. И зачастую в эту группу включается еще врач, врач-офтизиатор в большинстве регионов, чтобы можно было в этой группе проработать максимально со всех сторон, как с социальной точки зрения, так и с медицинской, ту или иную проблему и комплексно подойти к ее решению. Основная задача региональных экспертных групп – это проработка обращений, которые приходят через мобильное приложение OneImpact, их систематизация, их верификация и вынесение и решение этих проблем на уровне координационных советов, на уровне региональных органов, которые могут влиять на принятие решений. Обычно системные барьеры, которые были отработаны региональной экспертной группы, они презентовались на заседаниях координационных советов по вопросам ВИЧ-туберкулеза. На координационных советах присутствуют люди, которые имеют влияние на принятие тех или иных решений на региональном уровне. Это и директора департамента охраны здоровья, это и депутаты, представители органов социальной защиты. То есть все те ключевые фигуры, которые могут нам помочь в преодолении барьера на региональном уровне. После того, когда барьер был презентован, например, на заседании координационного совета, выносилось протокольное решение о членах координационного совета, которые будут задержаны в решении того или иного барьера. После этого барьер прорабатывался уже со всеми ключевыми фигурами и на следующем заседании координационного совета уже принимались какие-то решения. Все те систематизированные барьеры собраны на региональном уровне. Далее передаются на рассмотрение национальной экспертной группы, потому как чаще всего очень похожие проблемы во всех регионах, очень похожие проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются пациенты с трепутином. Далее расскажу о дальнейшей работе со всеми кейсами региональных экспертных групп на национальном уровне, что с ними делает потом национальная экспертная группа. В прошлом году в одном из регионов Украины через мобильное приложение OneFact обратилась женщина, которая болела туберкулезом. У нее был диагностирован туберкулез костей. Она как бы успешно прошла лечение, лечение она закончила, но у нее выявилось разрушение тазобедренного сустава. Женщина стояла на очереди по получению импланта сустава более девяти лет. Это космический долгопрох. После того, когда она каждый год проходила какие-то обследования, проходила какие-то перекомиссии, почему-то оттягивали процесс выдачи ей безоплатного импланта тазобедренного сустава. Она решила обратиться к нам, чтобы попытаться этот процесс ухудшить. У нее ухудшалось ее состояние, она становилась с каждым днем все менее и менее мобильной. Но это более... В общем, это был, наверное, крик о помощи. Этот кейс был передан на работу региональной экспертной группы. Что сделала региональная экспертная группа? Члены группы встретились с пациенткой, которая обратилась лично. Во время встречи присутствовал и врач-фатезиатр, и социальный работник, и представитель неправительственной организации, и член ТВС-общества. То есть эту проблему детально рассмотрели. Женщина показала все документы, которые у нее были на руках. Члены группы увидели, что реально женщина собрала максимально полный пакет документов, который ей нужен был для получения сустава. И она могла его фактически получить на протяжении года, но это получение проявилось почему-то целых 9 лет. Далее региональная группа направила ряд запросов на учреждения, которые закупают эти суставы по поводу того, почему именно эта женщина не смогла получить свой протез. Целых 9 лет она не может получить. Был ряд отписок. Был ряд писем на департамент. Все эти коммуникации, эти документы, которые удалось собрать, эти отписки, письма и какие-то выписки, были вынесены. Вся ее история была вынесена на заседание Координационного совета очередного, на котором присутствовал директор департамента охраны здоровья определенного региона, где случилось это происшествие. После того, когда вся информация о женщине была предоставлена, в протокольное решение Координационного совета было внесено решение про помощь непосредственно этой пациентке. Про анализ наличия на данный момент работы кейса этих вот имплантов тазобедренного сустава директор департамента поручил разобраться, почему именно такой длительный срок женщина ожидает. И процесс запустился. Детально рассмотрели ее ситуацию, нашли ряд таких факторов, неоправданных, почему ей отказывали. Но, к сожалению, оказалось, что того сустава, который ей подходит, не было в наличии и не смогли помочь ей ежеминутно. Но специально для нее мы направили ее на консультацию к травматологу в город Киев, ей подобрали тот сустав, который нужен. И именно наименование этого сустава было внесено в тендерную закупку департамента в количестве одной штуки для них. То есть эта женщина с помощью работы экспортной, оригинальной экспортной группы, женщине этот сустав купили в единичном варианте. То есть это возможно, но редко кто проводит такой мониторинг, берутся какие-то там самые ходовые эти суставы. А такие люди, как наша клиентка, не вписываются в этот контекст, поэтому ей проще отказать, не делать ряд каких-то шагов, чтобы обеспечить помощь женщине. Но нам удалось этот кейс реализовать. Что касается кейсов национального уровня. Как показала практика обращений на мобильное приложение код пациента, как показала практика работы региональных экспортных групп, самым распространенным барьером к получению медицинских услуг стало отсутствие у людей документов, которые подтверждают личность. Я думаю, для вас это также актуально. У нас люди, которые не имеют документов, они фактически не могут получить никакой помощи. Ни консультации семейного врача, ни назначения дополнительных обследований, ни переадресации, ничего. Таких людей невозможно идентифицировать в государственной системе информационной. Невозможно как-то отследить, сделать учет предоставляемых услуг, получить деньги медучреждению за лечение таких пациентов. И в принципе отсутствует какой-либо контроль за приемом этих стабилизных препаратов у таких людей. То есть это большие сложности. С помощью мобильного приложения, привлеченных ресурсов, мы помогаем людям восстанавливать документы. Мы можем оплачивать какие-то государственные пошли, если у человека нет денег на это. Мы можем обеспечить консультационную помощь в процессе восстановления документов. Но на это обычно тратится достаточно большое количество времени. Получение паспорта, например, гражданина Украины, у человека, который не имеет никаких там сопутствующих юридических проблем, как там паспорта не было никогда в жизни, или документы сгорели, или никто не может подсоединить его лично. Вот если в идеальном варианте, оно там занимает до месяца. То есть мы теряем фактически месяц драгоценного времени, время которого пациент не может получать качественные медицинские услуги. Поэтому этот кейс уже в работе национальной экспертной группы, которая выработала стратегию преодоления этого барьера и уже предпринимает официальные шаги по их преодолению. То есть мы понимаем, что опять же решить точечно, индивидуально вопрос человека с восстановлением паспорта не даст результата. Потому как такие кейсы будут возникать и возникать, и это огромная проблема здравоохранения людей без здравоохранения. Поэтому с этим кейсом сейчас работает НЭК, национальная экспертная группа, которая планирует вносить изменения на законодательном уровне по отношению к неидентифицированным личностям, разработать механизм оплаты услуг за неидентифицированных пациентов, хотя бы чтобы человек не терял время, которое он уже может проходить лечение до момента получения документов. Даже несмотря на отсутствие документов, человек мог получать полный спектр медицинских пациентов. Вот, как-то так. Спасибо большое, Маша. Маша подошла к презентации вопроса, как мы работаем с барьерами, с конкретными примерами. Мы все должны понимать, что решая проблему на региональном уровне, мы просто как бы клеим пластырь на ранку, но не устраняем причину, по которой возникают те или иные проблемы у людей, сталкивающихся с туберкулезом. Поэтому вот, собственно, такие два инструмента мы используем. Региональные группы экспертные и национальная техническая экспертная группа, которая уже пытается устранить саму причину возникновения того или иного барьера. Работа эта кропотливая, как на региональном уровне, она занимает много времени, но национальном еще сложнее и дольше все это происходит, потому что внесение изменений в национальное законодательство – это очень долгий процесс, требующий согласования многих сторон. Поэтому тут можно даже так сказать, что некоторые кейсы у нас в работе уже не первый год. Есть подвижки, но конечного результата, к которому мы стремимся по тем или иным вопросам, мы еще не достигли, но мы работаем, увидим промежуточные результаты и считаем, что это, в принципе, очень действенный инструмент, который позволяет нам информацию, полученную посредством приложения, использовать с толком для того, чтобы устранить барьеры, и люди, сталкивающиеся с туберкулезом, могли иметь улучшенный доступ к диагностике и лечению заболеваний. Маше, спасибо. Коллеги, возможно, есть у вас вопросы, мы с радостью ответим на них. Добрый день, уважаемые коллеги, это Жанна Жандаулетова из Алматы. У меня вопрос, наверное, общий ко всей команде, какова длительность проекта и, может быть, вот как бы основные этапы, вот как делалось. Сначала, значит, одна работа шла, потом присоединялась, вторая, третья, четвертая. И вот очень интересный опыт региональных и национальных команд. На каком этапе они уже были подключены, и как вы оцениваете их эффективность? Спасибо за вопрос большое, попробую ответить на него. Как бы вся эта наша деятельность, связанная с внедрением приложения, мы ее даже не называем проектом, потому что за время внедрения приложения многие проекты работали на общую цель. То есть то количество финансирования, которое нам удалось привлечь для продвижения, улучшения работы приложения, оно довольно велико, даже по оценкам StopTuby партнерства, которое, скажем так, способствовало тому, чтобы приложение вообще появилось в Украине, они на определенном этапе были очень удивлены теми масштабами работы, которые нам удалось развернуть. Когда мы начали? Начали мы внедрять приложение в апреле 2019 года. Эта работа началась при поддержке StopTuby партнерства и заключалась в адаптации приложения к украинским реалиям, переводе, технических моментах реализации. И мы начали пилотировать приложение в одном регионе. То есть у нас 25 регионов в Украине, начали мы в 2019 году с одного региона. Уже в 2020 году мы расширили деятельность на все регионы. Цель стояла расширить деятельность на все регионы Украины. Не одинаково хорошо и эффективно поехало все сразу во всех регионах, но в принципе в той или иной мере уже на следующий год после начала внедрения приложения мы видели его работу в каждом регионе. Работа региональных и национальных экспертных групп подключилась немного позже. Мы начали развивать это экспертное движение на национальном уровне в 2020 году. Региональные группы подключились только в прошлом году, в 2021. В чем состоялась суть работы национальной группы в 2020 году? Администратор приложения, который ввел все кейсы и барьеры, он подавал периодическую отчетность председателю этой национальной экспертной группы. И уже члены группы описывали эти кейсы. То есть можно сказать, что 2020 год он больше был посвящен систематизации всех тех барьеров, описанию кейсов. Меньше работы велось именно по изменению законодательства. Уже в следующем, в 2021, то есть в прошлом году, больше работы было именно на уровне министерств, социальной политики, здравоохранения, других государственных органов по изменению тех нормативных документов, которые позволят нам устранить выявленные задокументированные барьеры. Также вот в прошлом году была внедрена практика региональных экспертных групп. Она должна была быть расширена в текущем году. В прошлом году у нас при поддержке нескольких разных проектов удалось внедрить деятельность этих региональных экспертных групп в девяти регионах Украины. То есть это чуть больше, чем треть регионов. В этом году мы планировали расшириться, чтобы охватить половину регионов. Но война, к сожалению, внесла свои коррективы. У нас не получилось этого сделать. Но мы не отступаем от этой цели. И я думаю, на следующий год мы обязательно запланируем эту деятельность. И, возможно, даже с целью охватить не половину регионов, а все оставшиеся неохваченные регионы Украины, которые, конечно, под контролем правительства Украины. Ну вот как-то так. Оцениваем ли мы эффективную работу региональных и национальных экспертных групп? Да. Как бы, возможно, работа региональных и экспертных групп выглядит немного более эффективной, чем национальной, потому что это точечный ответ на какие-то сообщения, и он позволяет получить более быстрый результат. Но в то же время нельзя недооценивать работу на национальном уровне, так как это более длительный процесс. Но результат полученный будет более комплексный, и он будет способствовать устранению той причины, которая привела к проблемам того или иного пациента, из семьи или человека затронутого туберкулеза. Надеюсь, что она ответила. Да, спасибо большое. А что вот с устойчивостью? С устойчивостью работы этих групп? И групп, и самого приложения? Ну, смотрите, группы, они региональные, созданы при координационных советах, о которых говорила Мария. То есть это такие консультативные органы в Украине, которые не финансируются никакими донорами или чем-то. Они созданы при государственных структурах на местном уровне. Они созданы приказами, и, в принципе, их работа уже, если поехала, то она и продолжается. Нет необходимости подогревать работу этих групп извне. Что касается экспертов на национальном уровне, да, безусловно, привлечение некоторых экспертов требует ресурсов. И мы постоянно работаем на то, чтобы обеспечить, да, это донорские деньги пока, и мы постоянно работаем на то, чтобы обеспечить беспрерывность возможности привлечения таких экспертов на национальном уровне, чтобы не прерывалась работа. И, в принципе, это даже не два и не три источника, из которых нам удается на данный момент финансировать деятельность этих групп. Если я правильно поняла ваш вопрос, то нет. Государство на себя пока эти обязательства не берет. То есть это все благодаря поддержке наших доноров, ну и нашей работе на опережение. То есть мы стараемся не допустить такого, чтобы у нас не было ресурса. Приложение тоже, вот я знаю, коллеги в Киргизстане, они передали приложение, поправьте меня, если я не права, вот Национальный центр фтизиатрии, он перенял администрирование приложения в свое время. То в Украине нет приложения, также администрируется TV People Ukraine, то есть неправительственные организации. Правительственные органы, они активно используют информацию, получаемую через приложение, но мы пока не можем говорить о том, чтобы передать приложение на попечение государства. Хотя некоторые меры мы предпринимаем в этой, в связи с этим у нас есть план интегрировать приложение в единую медицинскую систему. Тогда мы сможем говорить 100% об устойчивости работы приложения. Есть очень далеко идущие планы, чтобы в приложении был доступ у пациента к его личной амбулаторной карте, где он будет видеть назначение, чтобы была возможность через приложение общаться с медицинским персоналом. Очень много планов, но на данный этап вот все, что мы делаем, это все благодаря донорам. Спасибо. И еще один вопрос. А есть ли у вас какие-то технические семинары? Вот сейчас как бы это идет семинар по обмену опытом. А для специалистов, которые у вас работают в регионах, вы, наверное, проводите технические какие-то семинары, да, вот по работе One Impact Украина? Да, обязательно. То есть когда в регионах начинают работать, мы привлекаем нового... А не видео, да? Видеосеминары или вы выезжаете? Раньше это были вот доковидные времена. Это были оффлайн-мероприятия, когда мы собирались, приезжали представители с регионов. Сейчас все перешло в формат онлайн. И, в принципе, учитывая то количество региональных представителей, которое мы имеем, сложновато собрать их в одном месте, потому что это довольно много людей. И мы делаем это онлайн. Мы проводим вебинары по... Где обучаем, как пользоваться приложением, как его правильно представлять клиентам, как его продвигать на региональном уровне. Ну, да, мы это все делаем. И плюс у нас есть администратор, который всегда на связи по любым вопросам у всех. А можно вот ссылки на эти материалы, чтобы посмотреть? Да, ссылки пишу себе, да. Обучающие, ну, они все равно на украинском языке. Разницы нет, мы уже начинаем понимать. Хорошо. И вот самое интересное, вот то, что Арсений рассказывал, наверное, вот какое-то обучение, вот как идет работа на дашборд. Дело в том, что работа через дашборд, региональные консультанты этому, ну, незачем их обучать. Дашборду имеет доступ, по факту, несколько человек в организации, активно с ним работаю только я. Соответственно, обучать этого наших внутренних консультантов нет никакого смысла. Слишком большая ответственность, как бы, и объем знаний, чтобы передавать еще кому-нибудь управление дашборда. Вот это, да. Ну, в любом случае, вы проводите какие-то, да, обучение, наверное, может, минимальные. Ну, это, ну, смотрите, мы проводим, например, каким-то медработником, нашим региональным консультантом, чтобы они понимали вообще, как действует OneImpact. Но это именно о самом мобильном приложении. С дашбордом это не связано, ну, от слова совсем. Если мы делаем какие-то правки через дашборд, то мы, соответственно, отправим наши обучающие материалы, чтобы доступно рассказать об обновлении. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Все записываю, все, что кого интересует, обязательно мы отправим после мероприятия. Возможно, не все у меня есть электронные адреса. Часть участников приглашала Оксана и Брагимову. Пожалуйста. Можно через Оксану. Можно через Оксану. Да, конечно, в курсе. Договорились. Коллеги, может, есть еще вопросы у кого-то? Может, вы поделитесь своим опытом, как вы работаете с этими барьерами? Мне бы еще было интересно узнать от коллег, насколько сильно они пользуются этими возможностями дашборда, присутствуют ли они у них в таком объеме, и какой у них опыт в интеграции этого всего уже в мобильное приложение. Если можно, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас на секундочку мы включим видео. Здравствуйте. Мы являемся специалистами команды реагирования «Лайм-мпакт Кыргызстан». Я Жанатая Важанна. Вы организовала. Всех рады видеть. Очень приятно. Мы бы хотели рассказать, как мы решаем кейсы по мере поступления. Если кейс приходит с региона, то мы, соответственно, связываемся со специалистами команды реагирования южных регионов. Если же кейсы из Бешкека-Чинской области, то, естественно, решаем их сами. Ну и я со своей стороны, так как я являюсь сотрудником национального центра дизиатрии и курирую именно решение кейсов от национальной программы, то, конечно, если кейс касается именно пакетиклозного лечения, нежелательного реагирования, то мы стараемся связываться не только с самим пациентом, но и, например, с лечащим лечом, если это понадобится, и решать там прям как-то уже быстро и локально, потому что у нас поступает очень много кейсов именно по нежелательным реагированиям, и пациенты, конечно, не нуждаются именно во врачебной помощи, во врачебной консультации достаточно часто. Да, наше приложение гарантирует анонимность, поэтому кейсы к нам приходят разного характера, стараемся решать, да, все кейсы по мере их поступления, не откладывая, как говорится, в долгий ящик. Вот, приложение зарекомендовалось с очень хорошей стороны, уже очень много людей, как говорится, задействованные в этом приложении, рассказывают друг другу об этом приложении. Также есть группы среди пациентов, ватсап-группы, в которых они делятся информацией о том, что у нас в Кыргызстане работает такое приложение. Да, и, конечно, мы стараемся охватить всю популяцию пациентов, особенно впервые поступивших в противопоказательные учреждения, обратившихся к врачам, потому что, ну, это в наших интересах контролировать не только лечение, но, конечно же, иметь обратную связь с нашими пациентами. У нас страна не очень большая, конечно, и поэтому нам не так тяжело охватить всех впервые выявленных пациентов, но те пациенты, которые имеют мобильные телефоны, позволяющие им установить приложение, мобильные, мы, конечно, практически всем им уже это приложение установили. Да, а те пациенты, которые не имеют технической возможности подключить себе это приложение, мы во время сессии обучающих со своего телефона, то есть, получается, тренер со своего телефона отправляет запрос о барьере, с которым столкнулся пациент. Вот, так что, если есть какие-то вопросы, мы всегда рады, всегда возможности пообщаться и встретиться. Спасибо большое, коллеги, за презентацию вашего опыта. Очень всегда интересно узнавать и почерпнуть для себя что-то новое, что можно внедрить у себя в стране, дабы продвинуть и улучшить использование приложения еще больше, чтобы помочь еще большему количеству людей. Да, я хотел бы поинтересоваться у коллег из Кыргызстана. Вот они сказали, что пропагандируют анонимность приложения. Мне хотелось бы узнать, какие данные собирают они для верификации. Просто у нас в процессе того, как приложение действовало, много раз менялась, скажем, та информация, которую мы хотели получать от пациентов. Сейчас это целый список, начиная от имени и фамилии, заканчивая, получает ли пациент должную информацию о лечении, телефонов лечащих врачей и так далее. Насколько много данных собираете вы и как вы их используете? Мы собираем данные, данное приложение не закрашивает никакие личные данные пациента. То есть ник, пол, возраст. И если приходит от пациента барьер, обязательно условие, чтобы был номер телефона пациента, для того, чтобы мы могли связаться, для того, чтобы решить барьер. Да, а если пациент требует консультации врача, то я как врач, я имею доступ к базе данных. Мы с пациентом связываемся по телефону, он говорит своими фамилией. Я смотрю его анамнез, каких препаратов он получал. И уже потом непосредственно врач-пациент общаемся. И если нужна будет консультация, либо лечащего врача, я связываюсь с его лечащим врачом. Но я стараюсь не говорить именно о каком. Если есть возможность не говорить о каком у меня пациенте, я не говорю. Но если требуется экстремальная лечащая помощь, но такие ситуации возникают, то, конечно, да, уже по желанию самого пациента. Всегда, прежде всего, спрашиваю желание пациента, может ли я об этом поговорить и непосредственно с его лечащим врачом. Благодарю за ответ. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы какие-то? Пока нет. Спасибо большое. Да, у нас теперь много вопросов к себе. Вот, хотелось бы услышать обратную связь. Если к нам вопросов нет, нам очень хотелось бы, чтобы эти два часа вашего времени, они не были зря, и чтобы вы ушли отсюда с какими-то планами и идеями. Вот, хотелось бы услышать обратную связь. Чем вы уходите с этого мероприятия? Я никого не прогоняю, просто хочу знать, с чем вы пойдете сегодня. Ну, наверное, мы уходим с тем, что, как бы, услышав достижения, как бы, на Украине, мы видим, то есть в Украине мы видим, что нам еще есть к чему стремиться. У нас, значит, вот то, что касается, как бы, работы One Impact, Казахстан, TP, вот в рамках этого проекта, это всего прошло 5-6 месяцев, поэтому мы что-то смогли сделать. По дашборду у нас еще огромное количество работы. И вот мне было интересно, что Арсений рассказал, что, как бы, разработчик Euro Technologies дал доступ к изменениям, то есть каким-то обновлением самой платформы и дашборда в местной команде. Мы, к сожалению, пока работаем через экспертов, мы отправляем им информацию в переводе, значит, на, как бы, у нас очень много времени уходит на перевод, значит, мы отправляем им, потом, значит, что-то обновляется, здесь проводится тестирование, но я думаю, на следующей неделе у нас планируется визит двух экспертов, Euro Technologies, вот в Казахстане, они, я знаю, что они в Алма-Ате будут, потом планируют уехать в Кыргызстан. И, наверное, мы все-таки будем им предлагать другой формат работы, больше, как бы, возможностей для местной команды, потому что теоретически мы знаем, как бы, сделать вот то, что, как бы, слышали, особенно то, что касается охвата расширениям, как бы, это такие, ну, знакомые нам, как бы, пути, мы можем их использовать, и мы вам благодарны, что вы сегодня их озвучили. А вот то, что касается дашборда, мы теперь вот для себя выделили и Арсении, значит, Верхотуров, что, получив контактные данные по Арсению, мы, наверное, будем и к Артему Залиевскому, мы будем обращаться за помощью, за консультанцию. Да, конечно, коллеги. Спасибо большое за радость, Жанна. Рады, что наше мероприятие подоспело так вовремя, в преддверии приезда к вам, Дьюэр Технологиз, возможно, это поспособствует более продуктивной вашей встрече. Мы со своей стороны, ТПП Украина, всегда готовы помочь, контактами поделимся. Вашего консультанта зовут Мануш? Да, 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 Мануш. Хорошо. Вот как раз он. Вот с 2019 года мы с ним взаимодействуем. Да, Шубхан. Спасибо, коллеги. Кто еще с чем уходит, кто хочет поделиться? Коллеги, я бы тоже хотела поблагодарить вас за презентацию, за организацию сегодняшней встречи. Мне кажется, вот такие встречи очень полезны для обмена опытом. И мы видим сейчас, к чему стремиться, над чем нам стоит поработать. Очень много на самом деле у нас тоже возникло в ходе встречи идей по продвижению приложения. Мы увидели, какой опыт мы можем у вас перенять. И да, уже Жанна сказала, что к нам тоже, у нас тоже планируется визит Дьюэр Технологиз. У нас тоже проблемное место – это дэшборд. Недавно у нас дэшборд обновился. И, как мы видим, не все данные со старой панели попали в новый дэшборд, кое-где есть недоработки. Я надеюсь, что в ходе визита в Тьюри Технологиз мы тоже все по полочкам разложим. Спасибо вам огромное. Может быть, еще как предложение какая-то, как сказать, общая работа. То есть у нас как бы предложение где-то меняется, но как бы суть сердцевина одна. Может быть, какая-то общая работа. Вот я когда слушала ссылки, да, то, что вы показывали, объявления в социальных сетях, ссылки даете на организацию. Может быть, нам тогда всем давать ссылки на One Impact Украина, One Impact Киргизстан, что если как бы кто-то… Потому что у нас в Казахстане много мигрантов. И One Impact Казахстан ссылки для того, чтобы они при переезде в наши страны или между странами сейчас они могли как бы не искать. Да, это очень хорошая идея. Спасибо большое, Жанна. Я себе запишу. Обязательно мы подумаем, как в каком поле это лучше реализовать, чтобы это дало плоды. Потому что мы вот как бы в каждодневной работе мы открываем всегда One Impact. Украина – One Impact. Киргизстан и смотрим, что делаете вы, и потом что-то используем в своей практике. Спасибо большое. Прекрасная идея. Я думаю, мы подумаем, как правильно ее реализовать. Коллеги, кто-то еще хочет поделиться своими впечатлениями? Если нет, Юлия, будете еще что-то говорить в заключении мероприятия, или будем завершать и отпускать наших коллег реализовать их новое видение по продвижению приложения? Ну, единственное, что могу сказать, что очень классно, хорошо организовано мероприятие. Спасибо вам большое. Спасибо за организацию дискуссии. Это как раз то, чего не хватает, потому что много мероприятий, где есть презентации, но мало времени оставляют для дискуссий, для обмена опытом. Поэтому это очень полезное мероприятие. И я думаю, так, как и сказали коллеги, и так, как я говорила вначале, что у каждого теперь намечен план, намечены шаги, и каждый знает, что делать. И у вас тоже налажена взаимосвязь между собой, поэтому очень рада. И спасибо вам большое. Классно все сделали. Спасибо большое, коллеги. Спасибо вам большое за участие. Без вас, без ваших ожиданий к этому мероприятию, и без вашего участия ничего бы не было. Спасибо вам большое. Мы очень надеемся, что мы с коллегами были полезны вам, нам было интересно услышать про ваш опыт. Мы всегда на связи и готовы помочь вам. Спасибо. Спасибо вам. Берегите себя. Всем хорошего дня. До свидания. Продолжение следует...